Продолжение следует... С вами Ян Агеенко и сегодня первый стрим на канале у меня, поэтому, не знаю, возможно будут возникать какие-то технические сложности, какие-то технические вопросы, поэтому для начала давайте попробуем понять вообще, есть ли у нас с вами связь. Если вы меня сейчас видите, если вы меня слышите и если вы видите мой экран у себя на ютубе, на видео, то поставьте, пожалуйста, какой-нибудь плюсик в чат, ну и либо словами просто напишите, что всё окей, что связь у нас с вами есть. Угу. Так, ну замечательно. Привет, всё good, супер. Что ж, тогда раз всё супер, мы будем начинать. И для начала пара слов о том, как у нас сегодня всё будет происходить. Значит, для начала мы сделаем с вами небольшое такое простенькое приложение, дизайн, может быть там одну, две, три странички в стиле именно необрутализм, потому что необрутализм это один из наиболее трендовых сейчас стилей. Ну и, собственно говоря, хотелось вот именно в нём что-то поделать, плюс показать вам, как я работаю. Сразу скажу, что во время того, как я это буду делать, я буду комментировать что-то, я буду давать какие-то свои рекомендации, какие-то советы. Я буду именно пояснять ход своих мыслей, то есть, почему именно так я делаю. Что касается каких-то технических вещей, например, таких как использование стилей и компонентов, называние там слоёв, либо какая-то аккуратная группировка этих слоёв, то этим я заниматься не буду, потому что, ну, это на самом деле просто техническая вещь, да, и если вам интересно именно, как макеты подготавливать потом для разработчика, я вам просто скину отдельное видео в чатик, ну, либо вы можете у меня его на канале найти, как бы подготовить дизайн-макет для передачи разработчику, называется это видео. Вот, то есть, сегодня я буду не столько рассказывать именно вот технические вещи, да, сколько буду пояснять что-то про визуал, про визуальный дизайн. Также сразу тоже оговорюсь, что сейчас будет мастер-класс больше по UI составляющей, то есть, UX мы, ну, в рамках мастер-класса, естественно, заниматься не будем, то есть, мы не будем анализировать конкурентов, мы не будем проводить какие-то пользовательские интервью, мы не будем делать юзабилити-тестирование, ну, просто потому что это всё-таки мастер-класс, да, а не какой-то большой курс. Вот, поэтому по UX, короче говоря, ничего не обещаю, по технической части, ну, только минимально то, что нужно вот для того, чтобы сделать визуал, да, но в порядок приводить макет мы тоже не будем. При этом всём, если у вас будут возникать какие-то вопросы по этим в том числе составляющим, то вы их сможете задавать в чат, и я буду время от время на них отвечать. Вот. Также я буду работать в фигме, но повторюсь, что неважно, на самом деле, в какой вы работаете программе, потому что гораздо важнее это не уметь пользоваться программой, да, ну, это несложно, то есть можете даже у меня на ютубе, да, у меня там куча уроков и по фигме, там, и по фотошопу, то есть инструмент это несложно, инструмент это просто, ну, взял, как бы, и сделал, да, любые, на самом деле, уроки на том же ютубе, они помогут освоить абсолютно любой инструмент, вне зависимости от того, насколько он там сложный, да, вот. Вот, мастер-класс у нас будет больше по именно дизайну, то есть по визуальной составляющей. Так, в какой программе это я ответил? По какому гайдлайну будете делать, iOS или Android? Ну, мы возьмем, наверное, именно Frame, да, то есть сам макет у нас будет под Android, но мы не будем делать это ни по гайдлайнам iOS, ни по гайдлайнам Android, по той простой причине, что ни одни, ни вторые эти гайдлайны, они, по сути, ну, не поддерживают необрутализм как таковой, да, то есть у них свой визуал, свои правила, свой визуальный язык, и, ну, необрутализм, короче, не получится сделать по гайдлайнам, просто потому, что это будет противоречить гайдлайнам в любом случае. Про гайдлайны, кстати, тоже скажу, что гайдлайны это хорошо, и я рекомендую их изучать, но не стоит думать, что гайдлайны это некий вот закон, да, и что все обязательно надо делать по гайдлайнам. На самом деле гайдлайны, они носят такой рекомендательный характер, и у вас вполне может быть дизайн вообще не по гайдлайнам, но при этом хороший, если вы соблюдаете, ну, базовые принципы дизайна, которые, скажем, выходят далеко за рамки гайдлайнов. Так, то есть, маркетплейсы могут не пропустить такое приложение в магазин. Гайдлайны, еще раз, это рекомендательный характер. Гайдлайны это не, ну, не абсолютный закон, да, из-за которого, там, из-за нарушения которого ваше приложение могут не пропустить. В теории, конечно, может быть такое, но опыт показывает, что если дизайн хороший и удобный для пользователей, и приложение само по себе нужно людям, то, ну, и App Store, и Play Market, они, в принципе, без проблем пропускают дизайн, который гайдлайнам не соответствует, если он при этом, ну, хорош с точки зрения людей, с точки зрения пользователей. Окей, значит, как я уже сказал, по ходу дела можно будет задавать разные вопросы. Да, я вот вижу, что вы пишете вопросы, например, как начинающему дизайнеру тренировать насмотренность и вкус в плане UI. Давайте вот такие вопросы мы оставим, ну, на потом. То есть мы сначала сделаем, собственно говоря, вот этот макетик с приложением, ну, может быть, даже дрибл-шот сделаем. В процессе я буду отвечать на вопросы, которые связаны именно с этой конкретной работой. Вот. А вопросы такого более общего плана давайте мы уже оставим на конец, и я тоже на них обязательно отвечу. Ну, раз уже этот конкретный вопрос был задан про насмотренность и вкус в плане UI, тут есть, опять же, такое видео. Тоже просто скину ссылочку, потому что на этот вопрос я достаточно подробно уже отвечал, аж в 2019 году, но ничего не поменялось с тех пор, поэтому посмотри вот это видео. Если в двух словах, то смысл в том, чтобы, ну, чтобы тренировать насмотренность, надо смотреть. Надо смотреть и... Так, звук с эхом. Ага, сейчас, сейчас, секундочку, мы с этим попробуем разобраться тоже. Да, чтобы насмотренность тренировать, я рекомендую много чего смотреть, повторять и что-то, ну, делать, переделывать по различным методикам. Вот на курсах мы много, на самом деле, этим занимаемся. И еще, вот в этом видео, да, которое я только что прислал, видео называется «Как сделать крутой дизайн». Вот, его мы тоже, его тоже рекомендую. Так, ага, вот ребята пишут, что нормальный звук. Ну, вообще, в принципе, у меня есть гарнитура, давайте я ее сейчас поищу, секундочку, буквально. Где-то она, вот тут вот у меня была. Сейчас попробуем и напишите, пожалуйста, станет ли лучше. Так, раз, два, три, проверка связи, лучше ли сейчас или так же. У меня, я просто, судя по записи видео, ну, что-то примерно, мне кажется, одно и то же было, что с микрофоном, что без. Вот, сейчас не знаю. Так же, ну, вот мне тоже кажется, что так же. Одинаково. Давайте я, наверное, тогда отключу. За ненадобностью гарнитуру. Ну, тут еще, возможно, все-таки, ну, я у себя просто в комнате, да, дома. То есть, тут, может быть, проблемы вообще в акустике, как таковой. Вот, что там, не знаю, от стен как-то все отражается. Вот, ну, я думаю, что... Ну, я понял. Короче, я думаю, что, в принципе, должно быть более-менее нормально. Ну, если уж совсем, как бы, не это нестерпимо, то тогда не знаю, чем вам помочь, но думаю, что должно быть окей. Так, хорошо. Так, все, давайте тогда начинать. Значит, я буду периодически возвращаться в чатик. Но, в целом, ну, так, по большей части сейчас переходим к практической части. А, да, еще такой момент. Если вдруг вы хотите, ну, потом попробовать повторять то, что я делаю, я не рекомендую это прямо сейчас делать. Ну, если только вы не очень быстрый, и если вы не способны там одновременно и слушать меня, и повторять, будет запись этого стрима, и вы сможете вполне, ну, собственно говоря, потом в удобном для вас темпе, да, вы сможете все это дело повторять. Вот, сейчас я рекомендую скорее, ну, послушать именно ход моих мыслей, ход моих рассуждений, когда я все это буду делать. Ну, что ж, все, предисловие закончили. Давайте начинать. Так, ну, как я говорил сегодня, давайте сделаем под Android. Я выберу Android Large, то есть большой экранчик Android. Да, сразу же добавим сетку, и сетку Layout Grid я рекомендую добавлять абсолютно всегда, потому что сетка это залог того, что у вас все будет потом ровно. Ну, если, конечно, вы сеткой еще будете пользоваться. Что касается размера, поскольку мы делаем под Android, и это 360, мы можем вполне поставить по 20 пикселей сеточку. Меньше нам не потребуется, я думаю. Почему 20? Потому что 20 хорошо делится как на 10. То есть нам будет удобно делать, ну, разные элементы, да, там, по высоте, там, 20, 60, 40 и так далее пикселей. Плюс 20 также хорошо еще делится на 4. А 4-х пиксельные сетки, они, в принципе, в мобильных интерфейсах используются достаточно часто. То есть это, ну, для мобильного дизайна будет достаточно хорошо. Так, что мы сделаем дальше? Поскольку мы будем делать, по сути, сразу не просто макет, но еще и потом использовать его как шот для дрибла, можем сразу добавить рамку для самого макета. Мы ее сделаем двухпиксельную и inside, а не inside, не outside, извиняюсь, по центру. То есть, ну, вот так вот, да. И сразу давайте добавим еще эффект. Эффект Drop Shadow. И смещение поставим по 4XY. Blur сделаем 0. Потому что, ну, такой он, этот необрутализм, что там все тени очень жесткие, очень четкие, очень ровные, очень тяжелые. И непрозрачность черного цвета 100%. В необрутализме, кстати говоря, чисто черный цвет используется вообще повсеместно. И даже, ну, темные оттенки можно, в принципе, заменять на чисто черный, если делаем необрутализм. То есть, это сама фишка именно этого направления. Хорошо. Что мы сделаем дальше? Дальше мы начнем рисовать блоки. Возьмем инструмент прямоугольник. И нарисуем самый-самый первый блок. Он у нас будет располагаться вот здесь. Вот я отступаю немножко от верхнего края. Ну, где-то 60 пикселей по сетке я отступил в данный момент. Зачем это делается? Затем, что слева тут, ну, время, да, там, справа иконки зарядки, допустим, телефона, эти, как их, антенна, да, там, насколько хорошо сигнал ловит и так далее. Вот. Поэтому сверху отставляем здесь. Здесь, ну, также у многих современных телефонов сверху есть такая вот шторка, да, на которой располагается, например, веб-камер и динамик. Поэтому это пространство мы оставляем условно пустым. Дальше. Вот этот блок, который я сделал прямоугольником, он у нас будет хедером нашего приложения. Добавим ему stroke. Тоже 2%. Тоже center. Почему, кстати говоря, center я делаю, объясню. Если мы сделаем несколько таких блоков и поставим их в ряд, то при именно центральном выравнивании обводки, то есть по центру, у нас, видите, блоки идеально ровно друг к другу встают и идеально ровно как бы сочетаются. То есть у нас линия везде остается ровно 2 пикселя. Если бы мы, например, сделали inside, да, то у нас было бы вот так вот, что у нас в каких-то местах рамка бы получалась двойная. Если мы сделаем outside, то будет проблема в том, что у нас ширина этого блока, ну точнее высота в данной ситуации, да, она будет больше. И опять же вот здесь вот у нас тоже получается не совсем по линии сетки. То есть у нас как будто получится небольшое смещение вот этой вот рамки относительно той линии, по которой оно должно находиться, да. Поэтому именно центральное выравнивание в такой ситуации подойдет нам лучше всего. Заливку сделаем белую для всех этих элементов. И можем сразу, ну давайте я посмотрю, может быть немножко, периодически, как я уже сказал, буду возвращаться к комментариям. Так, белая фигма как непривычно. Ну вот я как-то как раз привык уже к белому интерфейсу, к светлому. Он мне как-то очень нравился изначально, и я не стал его на темный менять. Слышал где-то про 8-пиксельную сетку для мобайл. Зачем? На самом деле 8-пиксельная это то же самое, что 4-пиксельная, да. То есть 8-пиксельная это 2 раза по 4 пикселя. И, ну, можно 4-пиксельную, можно 8-пиксельную. Просто во многих, например, UI-китах, да, делается все кратное там 8-ми либо 4-м. Вот. То есть, ну, просто так вот сложилось исторически, да. На самом деле какого-то высшего смысла в этом нет. Можно сделать хоть, не знаю, хоть 17-ти. Ну ладно, 17-пиксельная сетка будет не очень удобна. Просто потому, что 17-то достаточно много, а вот делится 17 мало на что. То есть, ну, сложно будет стыковать, да. Короче говоря, это скорее просто, ну, так исторически сложилось. Вот. Не знаю, возможно, как-то связано с размерами изначальными мобильных устройств. Ну, там, или не только даже мобильных, да, допустим, вот еще давным-давно были мониторы шириной 1024 пикселя, да. И почему 1024? Потому что это степень двойки. То есть, 2, 4, 8, 16, 32, 64, там, 128, 256, 512, 1024. Это все, ну, степени двойки, да. И восьмерка это тоже степень двойки. Поэтому, возможно, с этим связано. Но по факту, что у вас будет 8-пиксельная сетка, что 10-пиксельная, что там еще какая-то, ну, не так важно. Главное, чтобы эта сетка у вас была и чтобы по ней все было сделано ровно. Чем брутализм отличается от необрутализма? По большому счету, в необрутализме более консервативная типографика. То есть, в брутализме часто используются, ну, какие-то сверхмассивные шрифты. Часто используются плохо читаемые шрифты, да. Какие-то очень, там, тяжелые, очень перегруженные. В необрутализме шрифты, в принципе, относительно простые. То есть, в необрутализме шрифт такой же, как в минимализме, если так совсем утрировать. Вот. И еще отличается цветами. Если брутализм, он, как правило, более темное, либо серое, либо черно-белое что-то, да. Такое, там, асфальтного цвета, цвета бетона. Вот это вот, ну, брутализм. Необрутализм, он обычно более яркий и более цветастый. То есть, желтое, красное, там, розовое. Вот так вот. Ну, плюс в необрутализме часто еще используются такие геометрические фигуры, более, ну, более веселые, что ли, да, более веселой формы. То есть, если, опять же, в брутализме они именно массивностью своей берут, то в необрутализме они могут быть какие-то даже более воздушные вполне. Смешение с минимализмом и геометрией, и цвет. Ну, да, по сути, да. У меня есть, на самом деле, тоже обзорное видео по необрутализму. Давайте тоже вам ссылочку пришлю в чатик. Вот, именно про необрутализм. Окей, хорошо, двигаемся дальше. Значит, это у нас будет меню, тут будет небольшой текст, тут будут иконочки. Ну, и раз уж мы заговорили про цвет, то давайте сразу добавим немножко цвета, а то у нас реально... Сейчас вот пока что, да, все было гораздо ближе к брутализму, чем к необрутализму. Ну, и давайте поставим какой-нибудь желтенький, такой повеселее цвет. Только не для рамки, а для заливки. И, да, кстати говоря, мы будем делать сегодня приложение для погоды. Погода вот в последнее время такая более солнечная, небо голубое, поэтому мы вот будем тоже в этих цветах все делать. Вот желтый цвет, да, мой вообще любимый FF-D6-00, мне кажется, один из самых красивых цветов, которые только есть. И он у нас будет одним из двух, которые будем использовать в этом приложении. Здесь, повторяюсь, в этой области мы ничего заполнять не будем для того, чтобы оставить место для системных иконочек. Хорошо, теперь давайте нарисуем иконки, которые у нас будут в навигации. Для этого возьмем инструмент прямоугольник. Я сделаю иконку 24 пикселя по ширине, чисто черную. Это будет иконка бургера. Здесь у нас будет располагаться иконка бургера. И по нажатию на нее будет открываться какое-то меню, в котором мы будем выбирать, например, за какой период мы хотим просмотреть погоду. Там за сегодня, за вчера, точнее за завтра, там за неделю, за месяц и так далее. Так, иконочка. Можем еще чуть-чуть ее меньше сделать по высоте. При этом, саму по себе иконку, несмотря на то, что мы делаем вот такого размера, мы делаем также фрейм для этой иконки. И оставляем отступы. То есть, это у нас будет размер для всех иконок такого плана. То есть, несмотря на то, что сама иконка меньше, фрейм больше. И он у нас, получается, выровнен идеально по сеточке, получается. Так, хорошо. Давайте сделаем копию. Здесь можем удалить этот union. Да, я, кстати, с помощью union объединил несколько элементов в один. Сейчас возьмем ellipse и нарисуем иконку. Допустим, 16 на 16. Может быть 20 на 20. Давайте попробуем. Эллипс. И если мы двойным щелчком на ellipse нажмем, то мы переходим в режим редактирования нашего ellipse как фигуры. И если возьмем вот этот инструмент bend tool, соответственно, и нажмем вот сюда на любую из этих точек, то точка у нас из кривой превратится просто в угол. И уже взяв этот уголок, мы его можем потянуть туда, куда нам надо в данной ситуации, пониже куда-то. Для того, чтобы сделать такую вот форму капельки, которая будет указывать на расположение нашего пользователя. То есть, ну, на геолокацию какую-то. Теперь убираем заливку, добавляем обводку, ставим 2 пикселя. Обращаю внимание, что для единообразия мы делаем везде пока что по 2 пикселя. То есть, у нас 2 пикселя рамки в приложении, у нас 2 пикселя толщина вот в этой иконке, и 2 пикселя, соответственно, у нас будет толщина в этой иконке. Также обратите внимание, что я немножко подвинул, ну, вот она у нас была где-то вот здесь, да, я ее подвинул немножко вверх. Почему я это сделал? Потому что очевидно, что верхняя часть у нас более тяжелая, чем нижняя, потому что у нее просто больше как бы визуального веса. И для того, чтобы она была, ну, более равновесная, да, чтобы она ровнее смотрелась, мы вот немножко это компенсируем. Также можно сделать еще внутреннюю такую вот вещь. Тоже заменим. Заменим заливку на обводку. Ну, и в принципе, теперь вот у нас получаются 2 такие иконочки, которые мы можем просто брать и использовать. По размеру, да, они выглядят примерно одинаковыми. И у них одинаковый визуальный вес, и они находятся в одинаковых контейнерах. Так, сейчас почитаем. Возможно, что-то есть по комментам. У кого как в Брянске погода меняется, как будто мы в Питере живем. Ну, у нас в Минске тоже так. Так, какие минимальные требования по размерам к фреймам с иконками? Ну, я бы сказал так, что 24 на 24 это, наверное, минимальный фрейм для иконок, который я бы рекомендовал использовать. Может быть, даже еще больше. Вообще, 40 на 40 это та область иконки, в которую, ну, если нажимать, да, то в нее достаточно уже легко попасть. То есть, если у вас область меньше 40, это не очень хорошо. Просто потому что, ну, пальцем в мобильном интерфейсе попасть будет сложно. Но тоже важно понимать, что область клика, ну, область тапа, точнее, нажатия и область, ну, самого фрейма иконки, это не обязательно одно и то же. В нашем случае это совпало, но, в принципе, может быть фрейм поменьше, но область клика больше нажатия. Да, запись видео будет. Так, хорошо, двигаемся дальше. Дальше шрифты, точнее, тексты. Делаем вот такой вот блок. Делаем его по сетке. Высота 20. И при этом, видите, я немного оставляю отступы. Тут вряд ли, конечно, что-то могло бы появиться еще, но все-таки оставлять отступы это хорошая практика. Поставим выравнивание текста по центру и напишем, например, название города, в котором человек находится. Я сейчас нахожусь в Минске, поэтому его и напишу. Так, Минск, Беларусь. При этом, обратите внимание, что размер фрейма у нас сейчас по высоте 20. И относительно этого фрейма явно текст у нас смещен. Поэтому мы, во-первых, кстати, сделаем вот здесь вот не 15, а 20 высоту строки. Тем самым выровняв все это дело. Ну и также можем сразу сделать немножко побольше. До 15, например, увеличить размер вот этого шрифта. И выберем какой-нибудь немножко более интересный шрифт. То есть не то, чтобы интер плохой. И на самом деле в необрутализме вполне может и он использоваться. Но хочется немножко интереснее просто сделать. При этом хорошо читаемый. Мне вот в голову приходит Space Grotesque. Он, ну, очень интересный. И вот в последнее время мне очень он нравится. Поэтому предлагаю взять его. И, наверное, либо болт, наверное, медиум. А может и болт. Давайте в 100% размере посмотрим. Да, болт будет вполне хорошо. То есть, опять же, типографика, она, конечно, более спокойная, чем в брутализме. Но все-таки, ну, она может быть чуть более массивной, чуть более тяжелой, чем в обычном минимализме. Так, это у нас то, что касается шрифта вот здесь. И сделаем еще один элемент. Здесь у нас будет сегодняшняя дата. Июнь 22. И вот здесь уже, чтобы у нас не было два просто одинаковых блока, которые смотрятся как один целый, да, нам нужно добавить шрифтого контраста. И для этого мы сделаем дату более тонким начертанием, а именно regular. То есть, у нас болт и regular. Хорошо. В принципе, мне нравится наш хедер. Можем приступать к дизайну следующего блока. Давайте просто я скопирую вот этот. Пониже его опущу. Ну, и сколько там конкретно он будет потом, мы еще как бы посмотрим. Может меньше, может больше. Пока я ставлю 360 на 360. И цвет сейчас мы сделаем голубой. Такой, чтобы был похож вот с одной стороны на цвет неба, но с другой стороны, чтобы он был более ярким, более насыщенным. Поскольку мы все-таки делаем необрутализм. Что еще по поводу цветов в необрутализме я хочу вам сказать. То, что они, как правило, сверх насыщенные. То есть, они где-то вот на этой вот линии находятся. Ну, иногда вот на этой линии, да. Очень, как бы, ну, редко, когда они куда-то уходят с этой линии. И практически никогда они не будут находиться вот здесь вот в серых каких-то, ну, или таких полусерых оттенках. То есть, идеальный необрутализм это чистые цвета. Максимально чистые. То есть, вот, ну, где-то вот здесь, вот в этом углу, это вот самый-самый, что ни на есть, необрутальный цвет. Поэтому мы такой и оставим. Так, что мы сделаем сейчас? Сейчас, поскольку это приложение с погодой у нас будет, мы должны нарисовать какую-то погоду. Какие-то иконочки. Я начну с звезды. Звезды. Кстати, с зажатым шифтом я это делаю, чтобы у нас было все ровненько. И ровно по центру ее пока что поставим. Количество углов я поставлю, наверное, 12, потому что 5 это, ну, совсем мало, да. Это, ну, не выглядит как солнце, это выглядит именно вот как символ звезды, да. А это уже на солнышко похоже. Ну, и также можно угол задать 50%. Это более такой, ну, более подходящий угол, да. Все-таки там 30 с чем-то это был слишком острый. Цвет. Мы выберем такой же желтый, как здесь. Еще раз обращу внимание, я сейчас не использую стили, просто для экономии времени. И, на самом деле, когда я, ну, делаю какие-то коммерческие проекты, да, я тоже обычно сначала делаю, ну, какие-то наброски, какие-то вот макеты, ну, первичные, да. Я их делаю вообще с полным хаосом в слоях, просто потому что, ну, мне так удобней, да. Мне удобнее сначала все нарисовать, чтобы оно мне нравилось визуально, а после этого, ну, перечисать и уже какие-то внутренние страницы, ну, делать по, там, готовым UI-китам, по компонентам и так далее. Вот. Но когда я рисую концепт, я обычно не заморачиваюсь всем этим, потому что это все-таки, ну, в некотором смысле может ограничивать даже ваш креатив. Вот. В то же время со всем начинающим дизайнером я все-таки рекомендую, ну, почаще использовать те же компоненты, просто чтобы привыкать к тому, что они вообще есть. Так. Ну, а вообще это, на мой взгляд, неважно, когда вы это сделаете, там, чуть раньше, либо чуть позже. Ну, на некоторых проектах, если у вас, скажем, приложение, в котором всего три страницы, да, там, или четыре, или даже пять, то, ну, там, на самом деле, можно вообще обойтись и без компонентов, и у разработчиков никакой проблемы не возникнет с тем, чтобы это сделать. То есть, действительно, необходимы компоненты, стили и вот это вот все, когда у вас крупный проект, когда у вас там десятки страниц, которые надо регулярно поддерживать и менять, тогда без компонентов никак. Но в таких маленьких проектах, либо на этапе концепта, на мой взгляд, это не самое важное. То есть, самое важное на этапе концепта, это, собственно, сделать визуал, да, а потом уже относительно него можно доделать все остальное. Так, хорошо. Вот у нас солнышко, ему мы добавляем тоже обводку, и здесь обводку я сделаю толще, поскольку это самый вообще важный элемент на всей нашей страничке, на всем нашем экранчике, поэтому обводка будет три пикселя, даже не два, а три. И мы ее сделаем внешнюю. Вот смотрите, как оно получается. Мне очень нравится, на самом деле, этот эффект, когда вот так вот обрезаются уголки, то есть, они не смотрятся такими, ну, сверхострыми, как если бы мы делали внутреннюю обводку. И в звездочках, ну, реально очень классно этот эффект выглядит, и при этом он очень хорошо демонстрирует именно стиль необрутализма. Вот. Поэтому мы оставим его. В принципе, если вам это не нравится, то в настройках вот здесь вот тоже можно что-то менять, допустим, скруглять, да, либо еще как-то, но мне этот эффект очень нравится, поэтому я его оставляю. И, кроме обводки, добавляем фирменную фишку, собственно говоря, нашего необрутализма, это тень. Блюр 0, непрозрачность 100%, смещение мы поставим, наверное, по 6 пикселей, 6 сверху и 6 слева. Таким образом у нас добавляется вот этот вот объем. Так. Ну, естественно, тут может быть не обязательно солнечная погода, может быть, допустим, солнечная с какими-то облачками. Поэтому давайте нарисуем эти облачка. Произвольным образом, просто чтобы оно, опять-таки, визуально смотрелось хорошо. И именно вот в необрутализме используется очень явно и очень сильно геометрия, да, то есть даже когда у нас есть, казалось бы, неправильные какие-то фигуры, ну, вроде вот этого вот облачка, то все равно мы его можем собрать из идеальных эллипсов, да, и просто совместить их вместе. Но сама по себе эта структура, она имеет достаточно четкую геометрию. Так. По цвету, в принципе, нам почти серый и нужен, но все-таки я бы взял более светлый. Например, вот ED, ED, ED. Сольем это все в единую фигуру и добавим точно такие же тени, какие были у нас у Солнышка. Кстати говоря, если вдруг вы не знали, то можно копировать и обводки для элемента. Просто вот сюда нажимаем, жмем Ctrl-C, Ctrl-V, и вот у нас обводка скопировалась. Единственное, что у нее не будет копироваться вот эта вот нижняя строчка параметров. Поэтому нужно добавлять вручную. Ну и вот здесь вот можно опять же поставить Outside, чтобы оно было лучше видно. И то же самое можно сделать с тенью. Drop Shadow. Тоже выделили, скопировали. Ctrl-C, Ctrl-V вставили. То есть тень у нас может быть абсолютно, как бы такая, ну, жесткая, тяжелая. Конечно, в этом и прелесть как раз этого направления дизайна. В том, что тут очень сложно накосячить. Потому что, что бы вы как бы не делали, ну, в пределах разумного, да, это может быть как раз таки фишкой. Вот. Что мне здесь все-таки на данный момент не очень нравится, то, что это облако, оно все-таки слишком большое получилось относительно Солнца. Поэтому мы сделаем вот 90 на 60 его размер, то есть чуть-чуть поменьше. И сместим всю эту композицию вместе ровно в центр. Можем даже сгруппировать, объединить это в единую какую-то группу и ее саму по себе выровнять по центру. Так. Давайте, наверное, я сейчас посмотрю комментарии. Возможно, какие-то есть. Как обычные пользователи сайта смотрят на необрутализм? Нравится ли им это? Или они считают это странным и некрасивым? Ну, вообще, по правде говоря, ни одного как бы реального проекта, который, ну, запущенный, на котором проводились бы исследования, я сам не делал. Но я думаю, что на самом деле будут относиться достаточно хорошо, если это, ну, подходящая целевая аудитория, если это подходящая тематика. То есть, допустим, в каких-нибудь темах вроде NFT, да, там, крипта, что-нибудь, ну, современное, модное, стильное, молодежное, да, там, одежда, возможно, какая-то интересная. То есть, ну, молодежная, короче, тема. Я думаю, что все будет окей. Ну, и мне самому, в принципе, это нравится. Да, на самом деле, даже и, ну, для более возрастной аудитории, я тоже думаю, будет нормально, потому что в необрутализме, в принципе, хорошая читаемость, ну, нормальная типографика, да. На самом деле, у него мало недостатков у этого стиля, вот, поэтому его вполне можно использовать. Но не везде просто, да. То есть, я бы отталкивался именно от, ну, от тематики. То есть, понятно, что если это банковское приложение, то не стоит, да. Да, если это, там, не знаю, сайт страховой компании, то тоже нет. Но если это, не знаю, там, сайт скейт-парка какого-нибудь, да, или сайт, не знаю, там, батутной арены, да, то я уверен, что это зайдет на ура. Так же, как обычные пользователи смотрят на минимализм, футуризм и на то, когда на сайте летают листики и цветочки, это вкусовщина. Если концепция бренда подразумевает такую стилистику, то почему нет? Да, да, согласен. Я поначалу относилась не очень хорошо, но чем больше вижу эти дизайны, тем больше нравится. Ну, в нем определенно что-то есть. На самом деле, он вот как такая комбинация стиля, там, Memphis, геометрического дизайна, брутализма и минимализма, он, ну, действительно интересен, как минимум. Поэтому, естественно, на реальном проекте это нужно, ну, еще обсуждать с заказчиком, да, там, может быть, действительно провести какие-то пользовательские исследования. Вот, но для портфолио или просто для практики для себя я бы точно рекомендовал в этом стиле поработать, хотя бы, там, один-два проектика сделать. Кстати говоря, после этого мастер-класса вы сможете сделать свой какой-то дизайн в этом стиле. Не обязательно даже, ну, по моему, как бы, уроку, да, то есть вы можете просто сами что-то кардинально другое даже сделать в этом стиле и сможете прислать мне на проверку, и я постараюсь это все проверить и дать вам какие-то свои комментарии, свои рекомендации о том, что можно было бы улучшить. Хорошо, поехали дальше. Что мы дальше будем делать? А дальше мы сделаем надпись надпись с ну, собственно, с температурой, да. Допустим, это 23 градуса Цельсия. Да, вот я, к сожалению, не знаю, как напечатать с клавиатуры знак Цельсия, поэтому символ Цельсия. Я, кстати, так обычно и делаю, когда, ну, нужно в каком-то дизайне, да, что-то такое вставить. Ну, то есть не обязательно помнить наизусть там какие-то горячие клавиши для всех вот этих вот символов, да. Понятно, что там для наиболее часто используемых типа там тире, кавычки, можно запомнить, но, ну, для таких вот я даже не уверен, что есть горячие клавиши, поэтому нет ничего страшного, да. Я вот только что потратил там 2 секунды или там 10 секунд на то, чтобы это найти. Так, давайте поставим 80 и высоту строки тоже поставим 80. Когда у вас достаточно крупный размер шрифта, вы можете ставить для него межстрочное расстояние примерно такое же, как у самого шрифта. Для более мелких текстов так делать нельзя. Для более мелких нужно ставить, наоборот, больше межстрочное. Так, хорошо, хорошо. Здесь, я думаю, нам понадобится Medium, и мы опять-таки добавим ему наши обводки. Модная, стильная, молодежная, Stroke, Outside здесь оставим. 3, возможно, 3. Сейчас посмотрим, как оно с тремя смотрится. Если будет плохо, то поставим 2. И тень тоже можем скопировать. В принципе, нормально смотрится. То есть, у нас как раз получаются все вот эти вот элементы между собой, да, они имеют одинаковые тени, одинаковые обводки. Визуальный вес у них тоже достаточно близок друг к другу. Поэтому, я думаю, что мы так и оставим. Единственное, можем попробовать еще более жирный болт, например, начертания. Ну, нет, все-таки болт реально жирноват, Regular уже тонковат, а вот Medium как раз то, что надо для данной ситуации. Хорошо, ну и напишем снизу какую-то текстовую еще, текстовое пояснение, да, что это такое у нас. Что это как-то облачно с прояснениями, да. Чик-чик, чик-чик. Partly Cloudy. Да, кстати, обращаю внимание, что я приложение делаю на английском, и предполагается, что оно только на английском и будет, поэтому я использую тот же Space Grotesque, у которого русского начертания нет. То есть, он только кириллица в нем доступна. Так. Прам-пам-пам. Не мелковато ли? Мелковато. Вот здесь вот я бы поставил уже двадцатку. Ну, и опять же, да, вот что касается межстрочного расстояния, тут возможно даже сделать сорок его уже, и просто поднять можно чуть-чуть повыше, вот где-то так. То есть, тут формально, как бы, вроде отступа и нет между вот этими двумя текстовыми блоками, но визуально он всегда будет за счет того, что у нас у вот этой нижней строчки достаточно большой межстрочный интервал. Но нам в любом случае надо было близко друг к другу эти элементы делать, чтобы они, ну, выглядели как часть единого целого. При этом, для более мелкого текста я уже не делаю никаких обводок и никаких теней, потому что в таком размере шрифта это будет добавлять очень много визуального шума. Поэтому здесь лучше написать просто черным текстом поверх вот этого вот голубого. Ну, к тому же, это такой менее важный элемент, да, поэтому он может уйти немножко на задний план. Так, давайте посмотрим, есть ли какие-нибудь комменты у нас. Куда присылать? Я позже скажу, ну, ладно, в принципе, могу и сейчас. В Telegram. Так, или не в Telegram. Нет, давайте, наверное, не в Telegram. Я потом сделаю отдельную форму, через которую присылать, и пришлю в описании к этому видео, короче говоря, будет ну, на YouTube, да, под видео. Буквально где-то в течение часа после конца стрима я сделаю ссылку на форму, куда можно прислать. Так, хорошо, хорошо. Так, покажи, что получается. Есть. Показываю. Вот что получается. Так, давайте уменьшим теперь размер этого блока. Вот где-то так нам вполне хватит. Может быть еще чуть-чуть с ним поработаем потом, а может и нет. То есть в принципе он и так уже неплохой на мой взгляд. Так, что теперь делаем? Теперь мы добавим блоки с какими-то погодными характеристиками, которые есть кроме температуры. И степени солнечности, либо дождливости. Сделаем ровно на половину нашего макета блок. Давайте возьмем даже вот эти вот штуки, скопируем их и вставим вот сюда. По ширине мы их сделаем немножко вот так вот поменьше. Возможно, кстати, поменяем местами. Сейчас поясню для чего мы это сделаем. Делаем мы это для того, чтобы у нас вот здесь вот было название какого-то параметра. Ну, допустим, ветер. И здесь вот значение, допустим, 10 километров в час. Да, то есть почему так? Почему вот здесь вот у нас было сверху жирно, а тут наоборот снизу стало жирно? Потому что человек, который регулярно заходит в мобильное приложение с погодой, он в принципе уже визуально и так знает, где там ветер, где там индекс ультрафиолета, а где еще что-то. То есть он уже привык. Поэтому ему не нужно вообще каждый раз читать вот это. И более жирным мы выделяем значение параметра, которое может меняться и ради которого, собственно, человек сюда и пришел. То есть, да, для сравнения, кстати, вот здесь вот мы вообще там не пишем, что это температура, ну, потому что это и так, в принципе, понятно. Так, вот это вот все. Ну, можно даже на самом деле компонентом сделать, мне кажется. Хоть я и говорил, что не будем сегодня компоненты использовать, но тут просто слишком уж оно напрашивалось, потому что прям реально одинаковые блоки. Так, значит, вот у нас элементы. Что тут у нас? Индекс ультрафиолета. Два. Значения, ну, просто из головы случайным образом придуманы. Единственное, параметры я вот себе записал. Какие еще? Пreciпitation. Слово такое. Это типа влажность воздуха. Влажность воздуха и Humility 57%. Вот. То есть, мы просто, по сути, добавили какие-то параметры, которые, ну, часто люди тоже в прогнозе погоды смотрят. Окей. Ну, теперь возьмем вот этот желтенький. Его у нас пока мало, поэтому мы его сделаем вот здесь вот снизу. На весь оставшийся блок. То есть, ну, поскольку у нас все-таки необрутализм, да, должно быть достаточно цветасто. И если в брутализме мы бы просто, ну, сделали бы это все либо черно-белым, либо там с минимальным количеством цветов, то здесь, ну, нам нужно какое-то чередование вот этих вот ярких друг с другом, чтобы они создавали какую-то вот эту вот атмосферу специфическую. Так, возьмем вот этот блок и еще раз его скопируем. При этом здесь мы сделаем такую листалку с временем, да. Допустим, сейчас у нас сколько? Ну, 21. 21.00 будем считать, что здесь. Чик-чик. Так. И что мы еще сделаем? Давайте, наверное, нарисуем сразу подложечку. И поверх этой подложки мы будем размещать время какое-то, ну, от текущего, да, там. И это, кстати, не обязательно текущее время. Если текущее, то, наверное, предыдущего уже не будет. Возможно, это просто листалка, которая, ну, от текущего до будущего показывает. Так, 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 что у нас тут? Сделаем белый. Сделаем небольшие скругления, может быть, в районе 5, либо 10 пикселей. Добавим 2-пиксельную внутреннюю обводку. Почему 2-пиксельную, потому что, ну, это явно, да, не такие важные элементы, как здесь. Вот. Почему внутреннюю? Потому что блок и так, на самом деле, достаточно крупный получается. И нам будет вполне достаточно, чтобы, ну, чтобы рамка не создавала дополнительный, как бы, размер для этого блока. Так. Инсайт. Ну, и, как обычно, тень. Тень откуда скопируем? Ну, давайте тоже отсюда, только мы ее сделаем, естественно, меньше. Там она у нас была по 6, а тут мы ее сделаем по 4. Кстати, как именно я высчитываю вот эти тени? Тут получается у нас сам элемент имеет 3 пикселя обводки плюс 6 тень, да. Здесь получается такая же ситуация, только в 2 раза меньше. Тут у нас 2 пикселя обводка и 4 падающая тень. Так, хорошо. Ну, и на самом деле здесь мы можем просто сделать несколько дублей. И нам останется, разве что, поменять потом сами значения. Так, значит, ну, если условно тут у нас 21, да, то тут может быть 20, тут может быть 19, тут 22, а тут, допустим, 23. Так же я бы, наверное, поставил здесь regular, поскольку это такие неактивные элементы. И можем подвинуть правее. Друзья, почему, тоже сейчас поясню, потому что у нас, даже еще правее, даже, наверное, вот так вот. Значит, объясняю, почему, потому что у этого блока, да, у нас есть еще рамка. Поэтому мы отступы между цифрами должны относительно рамки высчитывать, а не относительно текста. Так, ну, единственное, мне сейчас не очень, конечно, нравится, как оно обрезается вот здесь. Давайте попробуем еще что-нибудь сделать. Так, возьмем все вот эти элементы. У них сейчас у всех ширина 80. Давайте сделаем для всех них ширину 60. И сможем мы их тогда ближе друг к другу двигать. О, да, вот так вот будет явно получше. Вот, и теперь 20 ровно пикселей у нас получается между всеми этими элементами. И обрезаются они более красиво. Так, а если мы еще подвинем вот так? Может быть, даже вообще вот так вот, слушайте. Мне нравится. Да, я бы, пожалуй, оставлял так. Здесь получаются сейчас отступы больше, чем вот здесь. Но это, наверное, и неплохо, потому что мы просто центральный, более важный элемент больше отделяем от всех остальных. Поэтому я, пожалуй, оставлю именно так все. Так. По большому счету, этот экранчик, наверное, можно заканчивать. Я объединю вот это в одну группу. А вот это все вместе я объединю в другую группу. И давайте все-таки добавим, поскольку тут у нас осталось достаточно много свободного места, мы вот этот вот блок сделаем немножко больше по высоте и добавим сверху и снизу в нем немножко больше отступов. Так. Так. О! Все, теперь супер. Теперь внешние отступы явно гораздо больше, чем внутренние. А это именно то, чего тут и хотелось сделать. Снизу тут, опять же, остается пространство для каких-то системных элементов. Там, для этих элементов самого интерфейса, самого телефона. Поэтому отлично. Так. Экранчик закончили. Давайте посмотрим комменты. Может, есть вот по этому экранчику какие-то вопросы у вас. Если есть, то задавайте. Ну, и сейчас мы быстренько, наверное, сделаем еще пару более простых экранов. Вот. И уже будем потом переходить к вопросам, которые в том числе не связаны непосредственно с этим дизайном. Короче, если есть по этому экранчику вопросы, то задавайте. Так. Хорошо. Создаем копию. И давайте нарисуем содержимое бургера. Что будет у нас здесь, когда откроется бургер. Так. Этого всего не будет. Этого всего не будет. А если и будет, мы потом это просто возьмем и позаимствуем. Так. Здесь у нас не будет вот этого. Сместим ровно в центр вот эту надпись. Это убираем. Это убираем. Это делаем на всю ширину. Так. И бургер мы теперь можем заменить, например, на крестик. Для этого убираем вот эти точки. Делаем вот так вот. Делаем вот так вот с зажатым шифтом, чтобы оно было идеально, ровно. Так. Единственное, что нужна ли нам тут эта разделительная линия? Может, нужна, а может и не нужна. Ну ладно, пусть, наверное, будет. Так. Значит. Choose период. То есть здесь будет выбор периода. Да. Мне определенно не нравится, как оно сейчас выглядит. Потому что, ну, выглядит так, как будто сломалось выравнивание. А оно на самом деле так и есть. Потому что этот элемент у нас выровнен по центру, но не относительно своего блока. Поэтому здесь, наверное, мы все-таки уберем вот эту границу и просто расширим этот блок на всю ширину. Вот. И теперь все лучше смотрится. Так. Значит. Choose period. И периоды сделаем. Скопируем синенький блок. Вставим его сюда. По высоте. Ну, давайте. Не знаю, сколько. 120. Попробуем. Ну, давайте 120 попробуем. Тут контента будет совсем мало. Поэтому, ну, экономить места вообще нет никакого смысла. Возьмем вот этот вот блок. Не блок, а шрифт. Ну, опять же, я не делал стиль, да. Но, по сути, можно это стилем сделать. Да ладно, давайте уже. Чего ж там. Раз уж сказал про стиль. Вот у нас текстовый стиль. Жмем сюда. Добавляем. Назовем его как-нибудь типа... Ну, что это. По сути, подзаголовок. Субхедер можно его назвать. Вот. И вставляем сюда. По ширине можно растянуть даже вот... То есть, оставив только по одной клетке по бокам. Выравнивание по центру нас здесь вполне устраивает. Today. То есть, сегодня. Объединяем это все. Тоже давайте в frame сделаем. Ой, не frame, а в этот компонент. Ну, хотя frame, по сути, тоже компонентом и является. Так. И сделаем еще несколько копий этого компонента. Так. Today. Тут просто меняем tomorrow. Сегодня-завтра. Погода на неделю. Погода на месяц. И погода на год. Так. Это бургер. Еще я, кстати, хочу сделать вот тут вот снизу все-таки тоже. Желтенькое, чтобы было у нас. Так. Кстати, рекомендую такие вещи смотреть периодически без сетки. Потому что сетка, она все-таки, как-никак, внимание на себя дополнительно отвлекает. Так. Это меню бургера. Ну, и еще нам нужен еще один блок. Еще один frame. Так. Здесь у нас будет уже ничего сперед. Здесь у нас будет то, что появляется при нажатии на вот эту вот иконку. То есть, на иконку локаций. Менедж-ситис. Давайте так назовем. Так. Теперь по поводу иконки вот этой. Тут уже не крестик. Потому что это не бургер у нас открылся. Да, это что-то другое у нас открылось. Нам тут, по сути, нужна какая-то стрелочка. Причем стрелочка... Ну, наверное, может не такая, конечно, маленькая, как сейчас я нарисую. Ну, давайте посмотрим. Но, скорее всего, будем делать ее крупней. Хотя, может и не будем. Да, нормальная стрелка, крупнее не нужно. То есть, она у нас получается, как половинка крестика закрытия. Так, пока что уберем вот это. Вот все здесь тоже пока что уберем. И... Да, и здесь тоже уберем. Все убрали. Лучше вот этот скопируем. Так, по высоте, наверное, можем оставить так же, как здесь. Возьмем вот эти тексты. Скопируем. Вставим их сюда. И вот здесь вот уже выровняем все-таки по левому краю. Так. Ну, и поскольку нам не нужна здесь дата. То есть, тут мы чисто управляем городами. Тут мы оставляем Минск сверху. А страну можем написать вот здесь вот снизу. Так, что там еще у нас? Еще у нас температура. Естественно, такая большая она не нужна. Мы можем поставить... Так, высоту строки сразу поставим 40. Автовысоту. Выравнивание. Вот так вот. Давайте, наверное, 40 попробуем размер. То есть, в два раза меньше, чем он у нас был. Очень-очень массивные сейчас получились тени. Тут, скорее всего, нам вообще нужно один размер обводки и по два размеры вот эти. То есть, тут вот смотрите, почему даже не по два я поставил обводку, да, а один. То есть, даже меньше, чем разделительная линия. Потому что сам по себе шрифт достаточно мелкий. То есть, тут как бы и выбора, на самом деле, другого нет особо. Так, и... Ну и, в принципе, наверное, нормально. Так, и теперь давайте скопируем вот эти вот наши иконочки. 150 на 120 у нас получился здесь размер. Я даже чуть-чуть сейчас их вынесу сюда. И просто инструментом Scale сделаю это просто пропорционально меньше. При этом, смотрите, у нас вот здесь вот 120 высота, 150 ширина. То есть, это очень хорошо делится на 3. А у нас как раз 3 это размер обводки. И по 6 у нас смещение теней. То есть, если мы сделаем просто в 3 раза меньше это, то есть, 50 на 40 получается. У нас, ну, именно с помощью инструмента Scale, да, у нас все обводки тоже пропорционально уменьшатся. И они получатся по размеру идеально 1 пиксель. Размер обводки и по 2 пикселя получится размер тени. И теперь мы это просто переносим вот сюда. Так. Ха-ха-ха. У нас, кстати, возможно, еще понадобятся какие-то другие иконочки. Они, точнее, точно понадобятся. Поэтому давайте мы их сразу сделаем. Напишите, пожалуйста, сейчас кто-нибудь в комментарии пару городов, из которых вы нас смотрите. Ну, точнее, напишите просто, из какого города вы сейчас смотрите. И какая там у вас погода. В плане, ну, там, ясно, там, либо облачно. Там снег, может, у кого-то идет. Дождь, там грозы. Вот. Ну, температуру тоже можете написать, в принципе. Вот. Сделаем такой интерактивчик небольшой. Так. Круто получается. Спасибо. Рад, что вам нравится. Очень круто. Уже есть идея, куда применить этот стиль. Это очень радует. Для этого, собственно говоря, мастер-классы нужны. Сделал экран в прямом эфире. Да. Используются ли анимации в иконках? Ну, вообще, можно использовать. Конкретно здесь, ну, я бы, наверное, не делал анимацию. Разве что при, там, ну, при каких-то действиях. Да. Но вообще, в принципе, может такое быть. Так, сделайте эфир по лаяутам, пожалуйста. Если у тебя есть вопрос про лаяуты, ты можешь просто спросить, потому что, ну, там, на самом-то деле, все просто. Ну, типа, отдельный эфир про лаяуты, даже не знаю, что там рассказывается. Так. Ну, просто берете, доделаете там. Ну, я говорю, то есть, лучше спросите, что именно вам непонятно. Гродно. Саратов погода норм. Брянск гроза. Харьков гроза. Ереван, Армения. Рязань. 19. Ясно. Киев облачно. Облачно. 26. Дождь. Короче, всякие разные у вас там погодки. Как вижу. Да. Да. Плюс 13. Ну, понятно. Понятно. Так. Ну, давайте возьмем вот какие-нибудь города. Тоже там. У кого-то там был этот... Дождь. Дождь. Вот есть, вижу. И, блин, у кого-то был гроза. Ладно, я, короче, сейчас не буду там смотреть у кого что. Просто сделаю иконки, ну, из того, что вы написали по этим запросам. Так. Значит, что я сейчас сделаю? Я сейчас на время добавлю... Frame. Возможно, даже... Добавлю немножко... Ну, просто чтобы видеть, где границы у нас, да, этого блока. И давайте порисуем немножко, сделаем каких-то других иконок. То есть, вот у нас, допустим, солнечно. Ну, или там ясно. При этом, если у нас чисто солнечно, то мы можем просто солнышко выровнять по центру и, собственно, все на этом. Кстати, мы можем сделать еще вот так вот по-хитрому. Мы можем сделать из вот этого вот компонент. Вот здесь вот нажимаем просто кнопочку компонент. А вот здесь вот где properties. Или давайте я верну вот так вот. Вот, сделаю из этого компонент, раз уж он у нас был именно в таком виде, да. Чик. Вот, сделали компонент. Теперь в properties мы можем добавить разные варианты для него. Вот. Так, не понял. Еще разок. Что-то в какой-то момент пошло не так. Так, кстати, может быть нам даже сделать большой сразу компонент, а потом ее уменьшать. Не, ладно, давайте так уже, раз начали. Так, сделали варианты. Так, я не понял, куда пропала кнопка добавить вариант. Как-то оно странно, конечно, выглядит. Ну ладно, будем так. А, наверное, потому что был move. Ну, короче, ладно, неважно, почему так оно произошло. Важно, что мы теперь можем делать разные варианты. Так, значит, облачко пока унесем отсюда. Компонент с солнышком мы сделаем, собственно, с солнышком. Добавим еще один вариант. Сделаем. Солнышко уберем. Возьмем облачко. Так, и дождь. Как мы покажем дождь? Возможно, мы сделаем больше. Или нет. Или сделаем несколько облачков. Да, кстати, так, наверное, даже поинтереснее будет. Несколько облачков и капельки нарисуем. Тоже максимально простым способом. Обычными линиями. Так, линию давайте сделаем 3 пикселя. Или не линиями. Или еще лучшая идея. Это прямоугольниками, которые мы просто наклоним. 3 может и многовато, но посмотрим тоже сейчас. С зажатым шифтом, опять же, чтобы они под каким-то более хорошим углом шли. Например, под 45. Или под 30. 30 лучше. Так. Теперь скруглить можно уголки. Вот здесь. И добавляем такую же тень. И такую же обводку. Outside здесь мы делаем. Тень, как вот здесь. Так. Сейчас еще посмотрим, где лучше располагать эти элементы. Давайте 5 поставим здесь. Или 4. 4. Может, кстати, вот так вот вообще. Два облачка на одном уровне. Оставим. Кстати, мы можем даже за пределы немножко выйти. Ну, потом, по-хорошему, если бы мы это делали именно как рабочее приложение, да, то мы бы для всех этих иконок потом сделали бы область шире, чтобы тени тоже внутрь этой области попадали. Вот. Но сейчас, опять же, для демонстрации нам этого достаточно будет. Итак. Так. Сделали такую иконочку. Сделаем еще один вариант сейчас с грозой. Вот гроза, мне кажется, будет вообще интересная. Так. Гроза, гроза, гроза. Я ее пером нарисую. Ну, вот что-то такого плана. Заливку для грозы мы сделаем желтенькую вот такую. Можно немножко отредактировать. Или даже не немножко, а множко. О! Чик. О, хорошо. Так, единственное, что тень для нее тоже нужна, конечно же. Оп. Посмотрим обязательно в 100%, как оно выглядит, чтобы не было такого, что... Ну, как-то совсем плохо. Ну, сейчас нормально выглядит. Так, хорошо. В принципе, ну, понятно, что можно это еще до бесконечности доделывать. Так, так, так. Проблема с таблицами. Ну, смотрите, лучше пишите конкретно. Давайте, смотрите, давайте то, что вот, ну, не по мастер-классу, давайте ближе к концу. Вот, сейчас уже, ну, хочется закончить макет. Вот, потом разберемся с таблицами, там, с лей-аутами. Если вдруг я потом, ну, потеряю эти сообщения, то в конце просто задайте еще раз эти вопросы. Вот. Вот, потому что сейчас, ну, предлагаю уже заканчивать с макетом. Так, хорошо. Теперь давайте уберем... Тут вот мы добавляли просто, чтобы видеть, где границы у блоков. Мы добавляли заливочки, да, белые. Сейчас мы их убираем. Так. Берем одну из вот этих вот иконочек, вставляем сюда. Выравниваем. Ну и нормально. Выглядит хорошо. Так. Делаем из вот этой всей вещи компонент. Дублируем его. Несколько раз. Допустим, четыре. Пусть у нас будет города. И давайте теперь поменяем вот здесь вот сами по себе иконки. Ну и температуру тоже поменяем. Так. Значит. Значит, значит, значит. Кстати, да. Вот так вот можно иконки менять. Достаточно удобная вещь. То есть, чик. Чик. И вот здесь вот просто выбираем нужную иконочку, да. И, ну, удобно, короче. Так. Кто там жаловался. Так. Уфа всегда дожди. Ну вот давайте Уфу и поставим. С дождями. Уфа. Уфа. у нас же все у нас же все на английском так уфа раша ну и допустим там вот кстати момент сейчас вот видите она как бы вот это вот градусы цельсия они прыгают из стороны в сторону поэтому мы в мастер компоненте сделаем выравнивание по правому краю и тогда у нас все градусы цельсия будут всегда по одной и той же линии даже если количество цифр разное так дожди что там еще было у нас по городам так ну допустим казань допустим я просто рандомно то есть но какой первый так и хочется на русском написать так казань допустим то есть тут просто до поставим разные чтобы были какие-то иконки у нас допустим такая пусть здесь будет 16 то есть это просто рандомно так что там еще у нас было киев был киев украина пусть вот в украине солнечно будет хоть чем-то их порадуем так 23 солнечно отлично такс 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 это можем чуть-чуть убрать пока что по-хорошему кстати мастер компоненты тоже надо выносить в но отдельные айки да то есть тут у нас например мастер компонент стоит мы его можем продублировать и сам мастер компонент унести куда нибудь сюда а тут останется дочерний то есть копия то есть основные компоненты лучше чтобы были не внутри тут вот тоже самое да продублировали и унесли куда-нибудь вот сюда так 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 что еще еще давайте сделаем такой функционал при котором можно допустим удалить какой-то город из списка да то есть при свайпе влево тут вот у нас давайте вот этот возьмем прямоугольник чик может нарисоваться иконка удаления так она тоже будет 40 на 40 давайте по быстренькому нарисуем коночку 12 на 16 допустим 2 наверно мало наверно все-таки надо может даже еще больше сейчас посмотрим так прямоугольничек чик-чик-чик-чик-чик-чырык Ну вот, допустим, такую иконку. Крышку можно помельче. О, хорошо. Так, сейчас вот это все мы можем просто объединить в группу. Выровнять по центру относительно фрейма. Фрейм, кстати, добавить неплохо было бы для иконочки. Ну и в принципе все. То есть она опять же у нас получилась 40 на 40. То есть вот эта иконка, она такая же, как вот это, как вот это, как вот это. То есть такого же плана. Так, окей. Ну и добавим еще последний такой элемент. Это добавление какого-то города. 80 на 80 сделаем. Желтенькую тоже. И скопируем тенюшки. Только давайте вот отсюда, наверное, мы скопируем. Тут у нас 2 было пикселя. Обводка. И по 4, соответственно, тенюшки. Поэтому добавляем обводку. И тенюшку. Так, а внутри мы сделаем опять же иконочку. Иконочка будет у нас просто крестик. Не крестик, а плюсик. Можем скопировать его вот отсюда. В принципе, сразу вместе с фреймом. То есть добавление какого-то нового города. Города. Да, что ж там. Оп. Так. Знаете, великовато эта иконка получилась. Мы ее делали 80 на 80. Давайте сделаем 60 на 60. Если зажать Alt и Shift одновременно, то можно концентрически менять круг. Чтобы он не вот так вот менялся. А вот так вот. Так, да. 60 на 60 гораздо лучше получилось. Так. Хорошо. Сейчас посмотрю комментики ваши. Молния шикарная вышла. Спасибо. Еще. Ну, то есть понятно, что на реальном проекте там и ночь надо делать, и день, и там снег, и град, там, и все что угодно, да. Просто, ну, мы с вами уже, в принципе, как бы полтора часа занимаемся. Вот. Поэтому, чтобы вас... Ну, принцип будет тот же. То есть ничего тут кардинально другого не будет. Ну, это я просто отрисовал несколько вариантов. Я, кстати, тоже вам так рекомендую делать, чтобы у вас, ну, ваши макеты не выглядели, во-первых, скучными, а во-вторых, чтобы они не выглядели, ну, такими, знаете, ненатуральными, чтобы они не выглядели шаблонными какими-то. Лучше контент менять. Ну, то есть не вставлять везде один и тот же город, например, да, а разное вставлять. Не вставлять одну и ту же температуру, а разную. Ну, а тут, допустим, вот 23, там у нас уже было 23, ну, можно там 24, допустим, поставить для красоты. Вот. То есть когда контент, он такой, ну, как будто настоящий, когда в нем как будто есть разные варианты, это, ну, на ваш дизайн хорошо влияет. Так. Ну что? В принципе, нам осталось шот. Я обещал вам для дрибла сделать. 1600 на 1200 обычно у нас шоты. Так, не туда написал. Написал в смещение 1600 на 1200. Так, так, так. Фон. Я думаю, нам нужен желтый, может быть, синий. Сейчас будем смотреть. Чик. То есть это я делаю такую, ну, типа, как мини-презентацию для... Ну, для дрибла. Да, еще. По поводу дрибла. Центральная какая-то... Центральный элемент, короче, должен быть более привлекательным в шотах. Поэтому мы сделаем вот так вот. Мы поставим это левее. Или даже вот так вот вообще. То есть самый неинтересный поставим самым последним. Первый поставим более интересный. А в центр вообще самый-самый-самый лучший, который у нас есть. На мой взгляд, вот так вот будет правильно. Ну, с другой стороны, можно вот эти два и все-таки оставить слева и справа, как они были. Это более логично получается. Потому что у нас вот это вот. Это то, что по нажатию на левую иконку. А вот это вот. Это то, что по нажатию на правую иконку. Поэтому так, наверное, будет все-таки получше. Так, давайте их отравняем. Тайди ап. Здесь все вот так вот выровняем. И все вместе по центру. Так. Давайте соточку между ними. Так. Ну, хочется что-то поинтереснее, конечно. Можно немножко, допустим, повернуть один экранчик. И только вот этот центральный теперь нам нужно на самый-самый верх поставить. Чтобы он даже перекрывал немножко с собой вот эти два. Чик. О-о-о. Хорошо. Ну, и давайте подложку немножко разнообразим. Чик. То есть, в принципе, можно было однотонную оставлять. Но можно и что-то более интересное придумать. Чик. Ну вот, отлично. По высоте ровно 600 сделаем. То есть, у нас сам макет получается 1200 по высоте. Соответственно, лучший вариант сделать... Ну, чтобы они одинаковые были, да. Верхняя и нижняя область. Это в два раза меньше. Ну, либо, как вариант, можно еще пробовать разные варианты. Типа, допустим, выравнивать по каким-то линиям, которые есть у нас вот здесь. Ну, в самих макетиках, да. И может, кстати, так даже лучше будет. Оно реально так как-то интереснее совпадает. Да, давайте так оставим. Ровно на две половины хуже смотрелось. А так оно лучше сочетается с нашим вот этим макетом. Ну, и, в принципе, с этим макетом тоже, да. Когда оно по одной линии так интереснее. Ну что, мне, в принципе, нравится. Давайте посмотрим. Да, запись эфира будет. Сколько часов в день нужно уделять веб-дизайнеру-новичку, чтобы стать лучше? Блин, ну, то есть, тут нету такого типа, сколько нужно часов в день уделять, да. Тут, ну, может быть, что ты, не знаю, ты будешь уделять там по часу в день на протяжении 15 лет, как бы, ну, и станешь там через 15 лет там классным дизайнером, да. Вот, а можешь уделять там по 8 часов в день и станешь гораздо быстрее. Ну, условно, то есть, как бы, чем больше ты времени уделяешь, тем лучше. Ну, на самом деле, час в день для начинающего дизайнера, который, ну, еще дизайнером не работает, а только учится, это уже очень неплохо. Ну, меньше часа в день это, конечно, уже, ну, это так, типа, не на уровне, типа, я хочу, ну, типа, стать профессиональным дизайнером, да. Это уже больше на уровне, типа, ну, для общего развития, да, вот, ну, не знаю, там, на уровне хобби какого-то, вот, если меньше часа в день. То есть, как минимум час в день я бы точно рекомендовал. Если сможешь больше, то, ну, чем больше, тем лучше. Вот, есть, ну, вот, кстати, я даже вижу сейчас там есть ребята с курса на этом вебинаре, да, Кто сейчас, ну, либо профессиональный проходит, либо уже прошел. Ну, вот, кое-кто из здесь присутствующих, ну, например, там, наверное, чуть ли не 8 часов уделял. Ну, и были очень там крутые работы на курсе, да, и, ну, вообще, все супер получалось. Вот. Если конкретно на курсах, то, ну, это часа, наверное, 3-4, может быть, в день. Вот. Ну, вообще, это очень, короче, сложный вопрос. То есть, уделяй столько, сколько уделяется. Но минимум час в день. Если хочешь прям, ну, стать профессиональным дизайнером. Так, да, запись эфира будет. Смеялась и ждала, когда станет еще более явным посыл с Украиной. Не знаю, о чем вы говорите. Не вижу никаких посылов. Так. Просто красивое сочетание цветов. Да, есть правило 10 тысяч часов, согласен. Ну, 10 тысяч часов, это уже уровень, как бы, профессионала, да. То есть, это уже уровень, как бы, сеньор-дизайнера. Для новичка, ну, наверное, часов, ну, часов 300, наверное, надо, вот, чтобы до уровня джуниор такого нормального дойти. Вот, ну, соответственно, если, вот, вы, там, час в день уделяете, да, то через год вы, как бы, можете стать крепким джуниором. Так, сколько стоит курс? Раз уж вы сами спросили. Скину вам ссылку. Короче, есть курс базовый, быстрый старт веб-дизайне. Он для, ну, совсем новичков. Он стоит 330 белорусских рублей. Это, ну, около 100 долларов, чуть больше, может быть. В российских 9 900. И есть UX UI и веб-дизайн. Это, там, чуть больше, может, чем 500 долларов. В белорусских 1590 белорусских рублей. Либо в российских 47 700. Вот, сейчас скину вам ссылочки. Подскажи плагин экрана помех. Не очень понимаю, на самом деле, о чем ты. Но, скорее всего, это глитч эффект. Фигма глитч плагин. Ну, вообще, я, как бы, сам, на самом деле, ну, вот, плагинами, которые делают какие-то эффекты, я их не очень люблю, потому что, ну, мне даже самому обычно проще, ну, просто взять, да сделать этот эффект. У меня, кстати, много таких, так, 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 морф. Ну, вот, морф, по-моему, делает что-то похоже. Ну, я, вот, видите, он у меня даже не установлен. Ну, там есть, по-моему, глитч эффект. Вот. Ну, да, наверное, только он. Вот такой вот, да, ты имеешь в виду эффект, типа, как, вот такой. Это глитч называется. Если ты, конечно, такой имеешь в виду. Так. Да, вот, Кэт Эдвардс, это у нас, короче, одна из самых, самых продвинутых студенток на нашем курсе. Прям просто бог дизайна практически. Потому что уделяет много времени и энергии этому. Так. Я и после курса стараюсь максимум время проводить за обучением. Все правильно. Когда час получается, когда целый день прожил. Все правильно. Ну, я вот с ребятам, которые у меня учатся, да, я всегда рассказываю, что, ну, я уже, сколько, с 2004 года уже почти, короче, 20 лет, да, там, сколько, 18 лет. 17 лет, с арифметикой у меня хуже, чем с дизайном. Короче, долго, да, занимаюсь годами, там, дизайном. Ну, и все равно я постоянно, блин, ну, каждый день, там, ну, Вернякова, там, несколько часов на обучение чему-то новому точно трачу. Ну, это не считая того, что, как бы, остальное рабочее время я, в принципе, как бы, делаю что-то связанное с дизайном. Да, либо я делаю, ну, какие-то дизайны, там, для коммерческих целей, либо я делаю, ну, вот, мастер-классы какие-то, либо, там, проверяю, там, работы студентов. Вот, то есть, ну, в любом случае, каким бы крутым вы дизайнером ни были, все равно вам по-любому надо постоянно развиваться. Круто вышло. Спасибо. Интересно было наблюдать и впитывать. Нойз. А, нойз, нойз тоже есть, да. Ну, нойз просто шум добавляет. Просто, ну, обычный шум. Так. Курс окупится с первой ЗП. Советую. Спасибо за совет. Конечно, пушка, я аж не спорю. У меня вообще, у меня у всех студентов, ну, классные работы. Вы, ну, можете, как бы, сами, там, посмотреть, да, там, зайдите в инсту ко мне. Я, там, ну, регулярно выкладываю работы учеников. Вот. Там, конечно, из базового курса тоже есть. Ну, из профессионального. Ну, в целом, можете посмотреть именно, ну, на реальные, как бы, работы выпускников, да. Причем, что я, ну, себе делаю репосты не каких-то избранных своих учеников, да. Я делаю репосты всех. Вот. Поэтому, ну, у некоторых школ там есть такая практика, что, ну, типа, взять, там, из группы, там, в 20 человек, да, там, самую лучшую работу и именно ее показывать. Вот. А я, ну, я, как бы, не стесняюсь все показывать. Конечно, у кого-то, там, ниже уровень, чуть-чуть у кого-то выше, у кого-то базовый курс еще, у кого-то уже профессиональный. Но это-то и классно, да, что вы сможете именно посмотреть, ну, реально, как бы, работы реальных людей. Причем, я их делаю всегда именно как репост. То есть, не я выкладываю эти работы, а ребята сами выкладывают, а я просто, как бы, дублирую себе, там, в сториз. Вот. Поэтому у меня вы точно можете увидеть, ну, реальный процесс обучения у людей. Так, подскажите, сколько вообще по времени обычно занимает дизайн приложения? И вы обычно у заказчиков утверждаете пару экранов, а потом все остальное или сразу все показываете? Ну, смотри, ну, некоторые приложения могут делаться, ну, месяцами, годами могут делаться, да, там. Ну, ну, вообще сложно сказать, что такое, типа, законченный дизайн. Потому что, если мы, например, сделали, ну, приложение, запустили его в работу, потом начали тестировать, дорабатывать, вводить новые фишки, да, то это до бесконечности может длиться. Вот. Если говорить о дизайне, ну, вот, допустим, концепта, там, вот, ну, как мы сегодня делали, там, три странички, ну, это пара часов, наверное. То есть, часа, там, два-три, там, вот, чтобы такой концепт сделать. Ну, опять же, это, ну, типа, с моей скоростью работы, да, может у кого-то и день уйти вполне. Вот. У начинающих дизайнеров может, там, и несколько дней на такое уйти. То есть, тут все зависит от вашей насмотренности, от, ну, вашего скилла, от ваших навыков. Вот. И вы обычно у заказчиков утверждаете пару экранов, а потом все остальное. Да, как правило, идет итерационно. То есть, ну, вот, рисуется концепт, да, вот то, что мы сейчас с вами сделали, это концепт мобильного приложения. То есть, это еще, ну, далеко не финальная версия, да, ее там еще можно 100-500 раз дорабатывать. Но вот такой вот концептик я уже заказчику вполне могу показать. Ну, и просто спросить, как бы, нравится ему, не нравится, да, там, есть ли у него какие-то замечания. Бывает такое, что, как бы, вообще не нравится, например, человеку дизайн. Ну, ничего страшного, если вообще не нравится, то, ну, я там могу сделать еще, там, парочку концептов, да. Ну, это ж, в принципе, не особо сложно. Вот. Ну, а потом, когда уже утвержден основной стиль, тогда вот уже мы как раз делаем и систему компонентов, да. Ну, не такую, как сейчас, а, ну, полностью, когда у нас все стили сделаны, все элементы закомпонентчены и так далее. Вот. И на основании этого визуала потом уже доделываются остальные экранчики, там, ну, их может быть, там, и 10, и 15, и 20. Но все равно лучше утверждать, как бы, по итерациям. То есть, не сразу, там, вы, типа, полгода работали, потом показали заказчику, да. Лучше, как бы, сделали небольшой кусочек работы, показали заказчику. В идеале, если вы на фрилансе, например, работаете, то после каждой итерации должна быть небольшая какая-то часть оплаты. То есть, сделали, например, концепт, получили, там, 10% от заказа. Сделали, там, ну, утвердили концептом, сделали еще пару экранчиков, там, еще, там, 20%, да. Ну, и вот так вот, как бы, и заказчик платит постепенно, и, как бы, вы работаете постепенно. Ну, на мой взгляд, это лучшая система. Так. Спасибо за комплимент. На здоровье. Ну, мне не жалко делать вам комплименты, потому что вы реально очень крутые работы на курсе показываете. Так, хорошо, хорошо. Да, я помню, там где-то были про лейауты еще какие-то вопросы, и про таблицы там что-то было. Сейчас мы к ним попробуем вернуться. Так, там, где много лейаутов в лейаутах, и чтобы таблицы можно было адаптировать под разные размеры в девайсах, а не переделывать все с нуля, может, подскажете. Ну, таблицы, грубо говоря, все равно придется переделывать под, ну, под мобильные версии, потому что у них может кардинальным образом меняться вообще структура, да. То есть, таблица может превращаться фактически там в карточки, например. Сейчас я скину про адаптивный дизайн таблиц тоже видео. Обязательно, вот, посмотри, если тебе про таблицы интересно. Вот. Там именно про то, как таблицы адаптируются под всякие разные устройства. Вот. Что касается, ну, вообще, таблиц именно вот в Figma, я согласен, что это не самая, конечно, продуманная вещь пока что на данный момент. Вот как по мне, кстати, сверстать таблицу гораздо проще, чем ее дизайнить. Ну, я вот, ну, сам знаю HTML, да, сам знаю CSS. Вот. Ну, и точно могу сказать, что верстать таблицы реально гораздо проще, чем дизайнить. Ну, что тут, как бы, про layout и сказать. Значит, по сути, вот у нас, допустим, есть... Нет, давай даже вот так. Чик. Так, по левому краю-то сделаем. Regular. Значит, вот у нас есть какой-то блок, допустим, фиксированный по ширине. Тогда мы для него выбираем auto-height, вот эту вот авто-высоту, получается, да. И, ну, что такое авто-высота? Авто-высота, это когда мы начали писать больше строк, у нас, как бы, стало больше... Больше... Стал больше размер вот этого вот всего дела. Потом, если мы добавляем к нему, допустим, еще один блок, вот так вот, с каким-то отступом определенным, да. Ну, допустим, там 50-60 пикселей. И мы вот сюда вот захотим еще что-то начать писать, да, то, как мы видим, что-то пошло не так. То есть, явно это не тот эффект, который мы хотели бы здесь видеть. Для этого нам нужны авто-лейауты. То есть, мы выделяем эти элементы, добавляем авто-лейаут. И, упс, и что происходит сейчас? Если мы что-то сюда начинаем писать, то авто-лейаутов, как бы, становится... Ну, не авто-лейаутов, а элементов становится меньше, либо больше, и они, как бы, ведут себя соответствующим образом. Так, может быть, сколько угодно этого текста. Вот. И все эти штуки, они будут себя вести одинаково. При этом, может быть такая ситуация, что... Ну, в теории, да, вот если у нас таблица есть, например, сейчас мы сделаем табличку какую-нибудь. Такую мини-табличку. Допустим, у нас... Ну, на самом деле, сложно даже представлять себе ситуацию, при которой нужны именно вот такие авто-лейауты. Но я покажу просто для примера, да. То есть, это не значит, что так надо делать, но, как бы, такая техническая возможность есть. Допустим, у нас вот здесь. Вот есть строка текста, или даже несколько строк текста. Допустим, тут вот у нас 130. И тут тоже какой-то текст. Значит, если мы все эти элементы добавим в авто-лейаут, то, поскольку вот тут вот у нас стоит авто-ширина, а не авто-высота, это значит, что ширина у нас, в принципе, гибкая. Да, то у нас будет вот так вот. То есть, самый правый вот этот вот элемент, он будет просто сохранять свой отступ до вот этого вот левого. Ну, и в теории, мы можем вот этот авто-лейаут, мы можем его продублировать, сделать еще одну копию вот здесь вот. Вот. И если мы вот это все вместе сейчас добавим в еще один авто-лейаут, то у нас получится резиновость по сразу двум направляющим, да. Во-первых, вверх-вниз, вот как сейчас оно смещается. А во-вторых, вот здесь вот. Вот. Но как бы сделать так, чтобы при редактировании вот этого элемента, ну, оно вот здесь вот еще тоже смещалось, такое в фильме уже не сделать. Ну, либо сделать, но через какую-то очень там сложные заморочки. Сейчас, дайте-ка я подумаю. Ну, короче, наверное, при очень большом желании можно, но я бы даже не стал делать, потому что реально это проще, ну, объяснить верстальщику, как это сделать, и он сделает это, ну, там, за 10 минут. Вот. Чем как бы, ну, часами там пытаться это сделать в фигме. Ну, и я говорю, мне реально даже сложно представить себе ситуацию, при которой это нужно, вот, ну, фигме делать. Вот. Ну, вот, в принципе, все, да, и все, как бы, авто-лейауты. Ну, дальше вы просто, вот, когда у вас есть уже какой-то авто-лейаут, ну, давайте вот один из них оставим. Допустим, вот этот. То вы, во-первых, можете, как бы, отступы очень удобно менять, да, ну, горизонтальные, либо вертикальные, в зависимости от того, какой именно у вас авто-лейаут. Вы можете, ну, то есть, какие-то настройки, да, можете, там, выравнивание элементов в лейауте, можете, там, ну, различные, там, отступы, там, слева-справа в этом лейауте. Можете отдельно отступы задавать, можно вот тут вот в настройках сделать эти включенные, либо выключенные из расчета ширины рамки, если они там были. Ну, короче, то есть, да, можно вот, типа, порядок наложения, типа, какой выше будет, какой ниже. Ну, это если элементы, вот, как на картинке, друг на друга залазят. Вот, то есть, просто, на самом деле, просто все, да, в них, как бы, легко запутаться, если их, ну, дофига у вас. Вот, поэтому, ну, везде подряд я бы не рекомендовал их, конечно, делать. Вот, но в целом, ничего сложного. А, ну, вот еще, кстати, где полезные авто-лейауты, это если у вас, допустим, есть кнопка какая-то, то вы можете взять кнопку, взять текст, выделить и то, и другое, добавить авто-лейаут. И при изменении размера кнопки у вас будет, ну, размера текста у вас будет размер кнопки тоже меняться. Вот это, ну, реально тоже, как бы, интересная штука, полезная. Вот, но в целом, ничего сложного. Просто бери, допользуйся, и будет все хорошо. Так, так, так. Ну, а насчет того, что, типа, переделывать, ну, в любом случае тебе, ну, как бы, как дизайнеру тебе придется продумывать, что именно и как именно должно выглядеть, ну, на разных устройствах. Поэтому тебе в любом случае придется для разных версий делать разные версии таблиц в том числе. Так. Так, 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 так. Возможно, я пропустил кого-то. Так, может попробовать подложку синюю под верхнюю, желтую. Выравнивание сделать. Типа, поменять цвета я бы, наверное, не делал. Ну, ты, наверное, имеешь в виду вот так вот, да. Я бы, наверное, так все-таки не делал, потому что, ну, у нас, как бы, дизайн сам по себе уже очень цветастый и контрастный. И если мы, ну, добавляем еще вот за счет контрастов вот здесь вот, ну, отвлекается уже внимание от самого интерфейса. Вот так вот все-таки лучше, потому что, ну, фон, он у нас более явно выглядит фоном, а интерфейс более явно выглядит главным элементом в шоте. Поэтому, ну, я бы лучше оставлял вот все-таки такой вариант, где синий под синим, ну, по большей части, да. А там, где много желтого, там желтый. Но, в принципе, это не критично. То есть, можно и менять тоже. Такс, 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 такс. Так, классный мастер-класс. Будут еще такие, ну, я планирую, да, делать еще, ну, не часто, конечно, да. Может, там, раз в месяц, раз в пару месяцев. Может, ну, опять же, по мере возможности. То есть, вот сейчас у меня там появилось немножко свободного времени, решил провести. Вот, но в целом, да, подписывайтесь на канал обязательно и будете в курсе. Что с проектом Редизайн Реальности с апреля ждем? Ну, пока что, как бы, ну, особо нечего мне вот сказать, как бы, чего-то такого актуального. То есть, это проект не тот, который все-таки будет регулярно, ну, типа, прям регулярно-регулярно выходить. И там будет что-то выходить по мере того, как у меня что-то появляется, что сказать. Да, запись будет. Скажите, оплата курса в рассрочку на три месяца возможно или сразу вся сумма? Да, для профкурса есть рассрочка. Там схема такая, что ты, типа, платишь... Ну, если без рассрочки, единым платежом, то курс стоит 1590 белорусских рублей. А если с рассрочкой, то там получится 1690. Вот, там, типа, предоплата для бронеместа на 1190 рублей. Вот, и потом ты делаешь, типа, три платежа по 500 белорусских рублей. Вот так как-то это работает. Кстати, да, базовый курс ближайший у нас начинается 19 июля, а профессиональный 1 августа. Вот, но записываться я рекомендую заранее, потому что, ну, места могут закончиться. То есть, у нас, как бы, ближе к началу курса может уже не быть свободных мест. Поэтому можно забронировать себе место, ну, а оплату, основную часть уже сделать непосредственно перед курсом. Так, хорошо. Давайте, если у вас есть какие-то еще вопросы, то задавайте их прямо сейчас, потому что уже, в принципе, можно закругляться. Вот. Если вопросов нету, то можете написать какие-то свои впечатления от мастер-класса. Понравилось вам, не понравилось. Вот. Вынесли что-то для себя полезное, не вынесли. Вот, интересно было или неинтересно. И также напишите, сделаете ли вы в ближайшую, давайте, неделю, сделаете ли вы свой какой-то дизайн в стиле необрутализм. Вот. То есть, поделитесь впечатлениями от мастер-класса и напишите, сделаете ли вы что-то в этом стиле. Кто будет второй куратор с 1 августа? Если честно, не помню, но, по-моему, Оля. По-моему, Оля будет, да. На 90% уверен. Можешь спросить в... Ну, в Телеграме там я потом отвечу. Либо я, либо помощник мы. Так. Большое спасибо, Ян. Было суперинтересно. Всегда пожалуйста. Спасибо большое. Было очень интересно. Благодарю. Да-да-да. Понравилось. Надо попробовать. Обязательно попробуйте. Очень интересно и вдохновляюще было. Ой, набросок, да. А если полноценно, больше времени надо. Ну, как у меня можно, да. То есть, там буквально пара экранчиков там мобильных. Можно сайт, не обязательно мобильный. Но я вам рекомендую все-таки что-то сделать. И напоминаю, что где-то в течение часа я на Ютубе в описании к видео выложу ссылку на форму, через которую можно мне будет отправить на разбор вашу работу. Я потом разберу. Так. Ну, а вообще, как бы, времени... Ну, то есть, на мою скорость особо не ориентируйтесь. То есть, ну, у меня же опыта больше. Вот. Поэтому я могу быстрее работать, вот, чем начинающий дизайнер. Это нормально абсолютно. То есть, ну, я говорю, ну, типа, неделька, да, вот на такую работу, в принципе, это нормально. Для новичка, если вы только учитесь, ну, понятно, что у вас и другие какие-то дела есть. Так, спасибо, Ян, как всегда, очень информативно. Благодарю. Мастер-класс понравился. Сейчас делаю сайт на заказ в этом стиле. Супер. Ян, спасибо за мастер-класс. Скучаю по курсу. Прямо как будто на разборе снова обязательно сделаю работу в портфолио с этим стилем. Супер. Спасибо. Хочу подругу на профкурс затолкать. Благодарим за мастер-класс. Ну, давай. А это, затолкал бы на вебинар сегодняшний, было бы хорошо, тоже для нее полезно, если она хочет этим заниматься. Окей. Так, ну что, я, в принципе, вижу, что вопросов особо больше нет, поэтому будем на сегодня закругляться. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать и мастер-классы, которые будут тут выходить в будущем, и просто уроки там разные, да, разного рода по дизайну. Ну, а на сегодня будем заканчивать. Всем большое спасибо за внимание, и до новых встреч. Пока-пока.